Так, витаю, с вами Олександр Джига, и сегодня у нас в Виннице, шановный гост, гости, Маргарита, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Маргарита Сечкарь, я автор книг, спикер, мотивационный спикер и основатель школы счастливой жизни. В прошлом я была ресторатором, ну, в общем, в Google помощь, можете узнать, кто меня не знает. Что бы я хотела вам сказать? Ну, во-первых, я восхищаюсь вообще людьми, которые занимаются в аграрном секторе, потому что вы созидатели, вы эти люди, которые создают продукт, и которые мы потом, рестораторы, принимаем в своих кухнях и готовим из них прекрасные блюда. Что бы я вам хотела сказать? Смотрите шире на свой бизнес. Аграрный бизнес – это не только производство и выращивание продукции, но и дальнейший ее путь. И когда-то у меня был опыт вступления в аграрную партию, я именно в эту партию вступила по причине того, что я считала, что я как ресторатор могу быть полезна аграриям в том смысле, чтобы развить их бизнес, сделать его объемным. Думайте объемно, подумайте, как ваш бизнес можно расширить, создать школу аграрную, где можно обучать деток. Смотрите на мир тем, что вы можете дать в перспективе. Может быть, стоит открыть сеть своих ресторанов в кооперации с каким-нибудь ресторатором, с которым вы будете. Может быть, сделать агротуры по вашим предприятиям, куда бы люди могли приезжать и знать все технологические цепочки в создании продукции. Особенно, если это касается экохозяйства. Расширяйте экохозяйство, популяризируйте экологичное взращивание вашей продукции. Мне кажется, что за этим будущее. Потому что всех денег мира не заработаешь, да и не надо это. Главное, чтобы то, что вы делали, вам за это не было стыдно. И чтобы оно было в веках, да? И оставляйте след после себя, потому что, знаете, есть такой пример хороший. Агрария украинского сахарозаводчика, господи, Терещенко, да, Николая Терещенко. У нас есть в Киеве улица, я думаю, такие улицы есть во многих городах Украины. Но что самое интересное, когда читала историю об этом Терещенко и познакомилась с его внуком Мишелем, который приехал в Украину, я вам хочу сказать, что меня впечатлило, что оказывается семья Терещенко, у них была такая фамильная ассоциация, все его сыновья, его братья занимались аграрным бизнесом, и они, внимание, 80% от прибыли инвестировали в социально значимые проекты. Огромное количество зданий в Киеве построено на деньги Терещенко, больницы, школы, академии. Аграрного бизнеса Терещенко нет, его пытаются восстановить внук, но значимые объекты до сегодняшнего дня и дальше служат людям, в них обучаются, в них люди проходят реабилитации, лечения, восстановление здоровья. Вот об этом подумайте. И только 20% они оставляли для себя, для своих личных нужд. Мне бы очень хотелось, чтобы наши аграрии, на них у меня большая надежда, потому что мы украинцы, мы аграрии, и наша страна основной ведет. Вот этот ценный запас, да, это, конечно же, земля и то, что она родит. Все? Дуже дякую, Маргарита. Так, давайте с энергией объединяемся и работаем над тем, чтобы наша Украина была передовою не только в аграрной сфере, а и в освете, чтобы до нас приезжали люди учиться. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо.